Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 61. Насчитываем Новый Завет. Толкование Блаженного Феофилакта. С комментариями. Вперед. Послание Галатам, 3 глава, 2 стих. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере? Толкование. Так как вы не слушаете продолжительных наставлений и не хотите видеть величие домостроительства, то скажу вам кратко. Ответьте мне на сие немногое. Откуда вы получили святого духа? И проявили такую силу от знамения? Отдел ли закона? Или от веры? Ясно, что от веры. Так как не в то время, когда вы держались закона, имели духа и совершали чудеса. Как же после этого, оставив веру, вы снова прилипаетесь к закону? Галатам, 3.3. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Толкование. Опять благовременно прибег к прорицанию. Надлежало бы, говорит вам, с течением времени идти к совершенству. А вы не только не преуспели, но еще отодвинули назад. Вот какое, понимаешь, нет? Совершенство должно быть. Женщины доучатся в безмолвии, ни одного слова чтобы не говорили. По скайпу идут занятия на весь мир, уже известно. Все равно я хочу поприветствовать и прочее. Мерзость какая. Языку своему ума не дадут. Всякое животное все усмиряет. А язык укротить, говорит, никто не может. Тем более закон повелевает. Учить не позволяю. Никаких приветствий. Ибо совершать знамение есть дело духовное. И это вы делали вначале. Обрезываться же дело плотское. Что вы теперь избрали? И не сказал, вы сами оканчиваете, но принуждаетесь окончить. Показывая, что те, которые учат обрезание, уловляли и заколали их, как бессловесных животных. О, как далеко. Никто не видел. А он видел, что поймали его, что зарезали и выбросили. Зарезали и выбросили. Вот поговори со староверами где. Он за одну букву усыпился, пальцы не так сложил, больше ничего не надо. От единства церкви отпали. Раскол учинили. На это уже не глядят. Галатам 3,4. Столь многое потерпели вы. Неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Толкование. Они боролись со многими испытаниями ради Христа. И неужели, говорит он, вы напрасно столько потерпели? Ибо если вы обрезываетесь, все это напрасно. И обольстители лишили вас стольких венцов. Потом, подавая им надежду на возвращение, он говорит, если бы только без пользы. То есть, если вы хотите образумиться, то не напрасно, не тщетно вы трудились, да устыдятся после этого отрицающие покаяние. Вот они совершали знамения, были исповедниками и мучениками, но когда отпали, Павел не отвергает их, а приемлет с радостью. Галатам 3,5. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Полкование. «Бог, — говорит он, — подающий вам духа, чтобы пророчествовать и говорить языками, и сообщающий вам силу совершать знамения и чудеса, совершал ли это ради дел закона, как будто исполнением их вы ему угодили, или же ради обнаруженной вами веры во Христа? Очевидно, ради нее. Как же вы, оставившие веру, вследствие которой прославились, возвращаетесь к отмененному закону? Галатам 3,6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Полкование. «Хотя, — говорит он, — надлежало вам узнать силу веры преимущественно из того, что вы совершали знамение, но если вы обратите внимание и на проотца, о котором вы много говорите, то найдете, что и он оправдался верой. А если живший до благодати оправдывается верой, то тем более удостоившиеся благодати должны держаться веры». Галатам 3,7. «Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. Так как они боялись, чтобы им, отступлением от закона, не лишиться родства с патриархом, ведь они очень гордились им, то он, напротив, показывает, что вера наиболее делает сынами Авраама тех, которые имеют ее». Галатам 3,8. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвоздействило Аврааму, «В тебе благословлятся все народы». Толкование. «Показав, каким образом верующий суддеть Авраама, он приводит свидетельство и свидетельство от Писания, «В тебе благословятся все народы». Бытие, 12,3. «То есть через подражание твоей вере, а также показывает, что вера древнее закона, если прежде закона она оправдала Авраама». А также показывает, древнее закона, подчеркнуть, что закон все пришел позже, Евангелие пришло позже, совесть первичнее Евангелия, надо вдолбить себе это. «Что вера древнее закона, если прежде закона она оправдала Авраама, и что совершающиеся теперь совершается согласно пророчеству. Писание, говорит он, провидя, то есть сам давший закон Бог, предопределил, что оправдывается не законом, но верой, и не сказал открыло, но предвозвестило, дабы ты узнал, что и Авраам радовался такому способу оправдания и желал его исполнения». Калатам 3.9 «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Толкование. «Так как они страшились, как бы им за несоблюдение закона не подвергнуться проклятию, так как написано «проклят тот, который не соблюдает написанного в законе», то он показывает совершенно противоположное именно, что благословенные оставляющие закон и приходящие к вере, подобно тому, как и верный Авраам получил благословение». Галатам 3.10 «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написанного в книге закона». Толкование. «Чтобы кто-нибудь не возразил, говоря, Авраам вполне естественно был благословен и оправдан верой, так как еще не было закона. А ты покажи мне, что после этого, как дан закон, вера оправдывает и делает благословенными. Апостол показывает теперь не только то, что вера оправдывает и сообщает благословение, но и то, что закон есть виновник греха и проклятия, потому что никто не может исполнить написанного в законе, а не исполняющий проклят. Таким образом, вере принадлежит о благословении. И напрасно вы страшитесь проклятия за отступление от закона. Ведь, держась его, вы скорее подпадаете проклятию, будучи не в силах его исполнить». Галатам 3, 11, 12. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет, а закон не поверим, но кто исполняет его, тот жив будет им». Толкование. Показав, что закон подвергает проклятию, а вера сообщает благословение, теперь говорит, что и оправдывает только вера, а не закон. И приводит слова Аввакума. «Праведный верой жив будет, Аввакум 2,4, а не законом, ибо закон требует не только веры, но и дел». Хорошо так же сказал пред Богом, потому что у людей могут казаться праведными те, которые держатся с закона, каковы фарисеи, выставляющие себя праведными пред людьми. Так как закон по причине своей невыполнимости не оправдывал, а подвергал проклятию, то явилась благодать, показывающая легкий путь в веру, посредством которой, оправдываясь, мы получаем благословение. И так доказано, что вера сообщала благословение и оправдание не только до закона, но еще более и после него. Галатам 3,13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не возразил, говоря, правда, что неисполняющий закон проклят, и что вера оправдывает, но откуда видно, что клятва уничтожена? Мы ведь боимся, чтобы, раз подыга закона, самим нам не остаться под клятвой, поэтому Павел показывает, что проклятие уничтожено Христом, ибо дав за нас выкуп тем, что сам стал клятвой, он искупил нас от клятвы закона, которое сам не подлежал, как исполнивший закон, а повинны ей были мы, которые были не в состоянии его исполнить, подобно тому, как если бы кто был осужден на смерть, а другой кто-нибудь невинный подвергся смерти, решившись сам умереть вместо него. Итак, он принял на себя клятву через повешение на древе и разрушил клятву, подлежащую на нас за неисполнение закона, хотя сам ей не подлежал, потому что и закон исполнил, и греха не сотворил. Галатам 3,14 «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Полкование. «Ради того, говорит, он был клятвой, чтобы распространилось на язычников, то есть на тех, которые не пользовались законом». «Благословение Авраамову», то есть «которое от веры», «через Христа Иисуса», то есть о семени Авраама. Как и написано, «в семени твоем благословятся», то есть «во Христе, который произошел от тебя по плоти, благословятся, очевидно, верующие в Него. Ради того, говорит он, удостоились язычники благословения, чтобы духа принять через веру. Так как нельзя было принять духа тем, которые еще находятся под клятвой, то они получают благословение после уничтожения. Христом клятвы и оправдавшись тогда верой, принимают обетование духа. Ибо что обещал Бог Аврааму, это, по разумению Павла, духовные дары, которые, очевидно, теперь нам даны, как то благословение и прочее. Галатам 3, 15 «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему толкования. Выше назвал неразумными, теперь называет братьями, там обуздывая, а здесь утешая. Человеческий пример, говорит, я намереваюсь вам представить. «Слава Иисусу Христу!» Проверяет старшая сестра, все ли в порядке. Пять секунд не включается телефон, успеваем по приветствоваться. Галатам 3, 16, 17 «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которые есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Как Павел толкуется отменить, сказано с семени. Но семени это множество, нет, в единственном числе семечку, от чего зачался человек. И он тогда это берет и толкует, вот интересно как, как надо смотреть внимательно, в каком падеже, как это стоит. Толкование. Павел хочет показать, что вера есть завет более древний, чем закон, и что несправедливо было бы предпочитать ей закон. На это и пример привел. Если бы, говорит он, человек сделал завещание, неужели кто-нибудь пришедший после осмелился бы извратить его или переделать, то есть прибавить что-нибудь. И сегодня соблюдается. нотариус заверен и ничего не могут родственники сделать. Тем более должно разумеется и в отношении к Богу. И Бог дал завещание в раму, что в семени его благословятся народы, а в семени его Христос, потому что не сказал семенем, чтобы ты не подумал о происшедших от него иудеях и измальтянах, но просто в семени, которой, как сказано, есть Христос. «Каким же образом закон может отменить этот завет, соглашение и обещание, так, чтобы не во Христе получали благословение народы, но через заповеди закона? Ведь это не что иное, как неспровержение обетования, что нелепо». Галатам 3,18 «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию, толкованию». Если закон говорит, дарует благословение и делает наследниками жизни и правды, то обетование, данное Аврааму, следовательно, отменено и уничтожено. Но это не имело бы смысла. Закон ведь явился позднее. Как же он может отменить завет, который был прежде его? Но не спеши весь этот пример строго проводить. Посему он и сказал, «Говорю по рассуждению человеческому», то есть человеческий пример привожу. Поэтому неудивительно, если он не может быть вполне применен к божественному. Галатам 3,19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукой посредника полкования. Так как он возвысил веру и указал, что она древнее закона, возникало возражение, для чего же был дан закон, если вера была древнее и сама сообщила благословение? не напрасно говорит он дан закон, но ради преступлений, чтобы быть вместо узды для иудеев, препятствуя нарушению, если не всех, то по крайней мере некоторых заповедей. Прекрасно также сказано дан после, чтобы показать, что закон дан не в качестве первообразного установления, как обетования, но как бы дан в добавлении по причине многих преступлений, дабы воспрепятствовать хоть немногим. Однако не навсегда был дан закон, но до времени пришествия Христа, к которому относилось обетование, что о нем благословятся народы. Если же до явления Христова дан закон, зачем же ты далее простираешь его значение? Закон, говорит он, дан через подсредство ангелов или священников, или действительных ангелов, потому что ведь ангелы производили оны трубной звуки, грома и знамения, рукой посредника, то есть Христа, показывает, что и закон дал Христос, а потому он волен и отменить его. Галатам 3.20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один, толкование, так и Христос служит посредником, между двоими, а именно между Богом и людьми, ибо он примирил обоих, дав мир и уничтожив вражду, которая была у людей с Богом. С тех пор, как соединил с собой человеческое естество, он дал мир, чудесным образом соединив с божественной природой враждебную ей вследствие греха плоть. Итак, если он Хадат и примиритель, то ясно, он спасает, а не закон. Галатам 3, 21. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона толкования. Если обетования сообщали благословения, а закон подвергал проклятию, то очевидно, если бы мы приняли его как имеющуюся силу, он уничтожил бы обетования Божие, которые дают благословение. Но да не будет, слушая далее по порядку. Тогда, говорит, закон был бы сильнее веры, сообщил бы благословение и оправдывал человека, если бы он был в состоянии оживить и спасти. А теперь он скорее убивает, так как не может освободить от грехов. Как же после этого закон может преодолеть веру, которая имеет силу оживлять через крещение и благословлять и оправдывать? Галатам 3.22 Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было повериво Иисуса Христа. Толкование. Закон, говорит, не имел силы освободить от грехов, но содействовал тому, чтобы заключить людей под грехом, то есть показать их грешниками и принудить, чтобы они возжелали отпущения грехов и обратились ко Христу, могущему даровать оное. А так как и в идее не чувствуя всей тяжести грехов и прощения их не желали, то Бог дал закон, который заключает их, то есть теснит и подавляет обличениями, объявляет их грешниками и побуждает искать способа получить на прощение. А этот способ есть вера во Христа, посредством которой мы получаем благословение и оправдание. Галатам 3.23 А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Толкование. Закон, говорит, доставлял большую безопасность тем, которые находились под его охраной, потому что удерживал их от многих грехов и был как бы стеной, окружал людей и приводил к вере, каким образом, обличая грехи, но и не имея силы освободить от них. Он по необходимости указывал на оправдывающую веру, которая была и в древности, но прикровенно, а открыто явилась в последствии, когда и Бог явился во плоти. Во плоти. Галатам 3.24 Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, толкованием. Как воспитатель оберегает юношу от всего дурного и способствует тому, чтобы он со всей внимательностью и усердием принимал наставления учителя, так и закон воспитывал в своих последователях надлежащую добродетель и приводил к учителю Христу своими обличениями и указаниями грехов, вызывая в них стремление искать того, кто дает прощение и оправдывает верой. Итак, да устыдятся те, которые клевещут на закон, ибо ни воспитатель не стоит в противоречии с учителем, ни закон с Новым Заветом. Галатам 3.25-26 По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Толкование. С предшествием веры, делающей мужем совершенным, мы, говорит он, уже не можем находиться под руководством воспитателя, как ставшие через нее совершенными и вышедшие из детского возраста. Так как мы от веры стали совершенными мужами, то ясно отсюда, что и сынами Божьими мы стали через веру во Христа. Таков ход мыслей. Конечно, удостоившийся быть сыном Божьим не несовершен и не младенец, поэтому странно было бы тем, которые стали мужами, подчиняться руководству закона, точно так же, как при наступлении дня и при свете солнечном употреблять светильник. Смотри же, выше он сказал, что вера делает сынами Авраама, а теперь сынами Божьими. Так много она может. Галатам 3,27 Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Когда Павел писал, думал ли это, что будут они при таинствах, всегда людей будут водить вокруг купели и петь во Христа облекостися. Он просто писал письмо, а как Бог сделал, возвысил, почему? Отвергся всего земного, думал только о Небесном. И никому эту свободу не отдал. Как мы должны быть благодарны, что он не рабами нас сделал, а свободными? Толкование. Определяя, каким образом мы сыны Божьи, что через крещение, но не сказал, вы, которые крестились, детьми Божьими стали, как бы и требовала последовательность, но гораздо выразительнее, во Христа облеклись. А если мы облеклись во Христа Сына Божия, и Ему уподобились, значит, переведены в единое родство, в единый образ, став благодати тем, что Он есть по естеству. Галатам 3, 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Толкование. Каждый из крещенных, говорит он, отбросил свои природные особенности. Все получили один тип и один образ не ангела, но самого Господа, являя в себе Христа. Так что все мы едины во Христе и Иисусе, именно поскольку мы имеем один запечатленный образ Христа и поскольку мы единое тело, имеем единую главу Христа. Галатам 3, 29. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Толкование. Так как впереди он сказал, что семья Авраама, о котором благословятся народы, есть Христос, которому именно и даны обетования, а также указал, что и вы имеете образ Христов, то теперь заключает. Итак, и вы семья Авраама и наследники обещанного благословения. Как же после этого вы держитесь закона, вы, которые получили благословение через то, что облеклись во Христа и уподобились ему, и отсюда сделались семенем Авраама. Галатам 4, 1-2. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного полкования. то есть отец определил, чтобы он ничем не распоряжался до узаконенного возраста, чему он и должен повиноваться. Галатам 4, 3. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Толкование. В детстве не возрастом, но познанием о Боге, а вещественными началами мира называют новомесячие и субботы, потому что эти дни бывают у нас от течения луны и солнца. Поэтому и те, которые теперь подчиняют нас закону, делают нас через сто детьми и порабощают стихия мира, хотя мы стали уже мужами совершенными и сынами Божиими и домоправителями и господами. Научаемся также, что Бог от начала желал дать это усыновление, ибо в этом и состоит наследие. Но наша незрелость препятствовала ему. Желая же совсем устранить закон, он не сказал, мы порабощены дням, но вещественным началом мира, чтобы тем сильнее пристыдить тех, которые и склоняют еще к повиновению закону. Но не смущайся. Говори. Хорошо. Александра Михайловна плохо, попросили помолиться. Спасибо, Господи. Не смущайся, что по течению речи начало мыслится повелителями и приставниками. Ибо, во-первых, ты должен закон мыслить повелителем, равно, как и дедоводителем, а не их начало. Поэтому новомесячие и субботы он назвал началами. Кроме того, он так выразился для того, чтобы совершенно отвлечь их от закона и пристыдить. Как это он впереди еще яснее раскроет. Некоторые же под стихиями разумели естественный приготовительный закон. Галатам 4, 4, 5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Полкование. Пока были юны, мы подчинялись новомесячим и субботам, но когда наступило определенное время воплощения Христова, когда род человеческий, прошедший все виды зла, нуждался во врачевании, тогда Бог послал Сына Своего, то есть благословил прийти. Который родился и сказал через жену, чтобы не дать оправдания тем, которые говорят, что Господь прошел через деву, как через канал, совершенно призрачно, но от жены, то есть принял тело и самого существа ее, и был плодом чрева ее, и был под законом, принял обрезание, и совершил все, дабы избавить нас от клятвы, которые сам не подлежал. Два же спасительных действия указывает он в воплощении Христовом, освобождение нас от клятвы, закона и дарование усыновления, а воспринять сказал для того, чтобы показать, что усыновление предназначалось нам издавна по обетованию, хотя по причине нашей незрелости и не давалось нам, ибо обещанное Авраму наследие было усыновление, потому что сын наследует. Галатам 4, 6, 7 А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Авва отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Толкование Откуда видно, говорит он, что мы не удостоились усыновления, хотя он это показал и прежде, когда заявил, что мы облеклись во Христа, который есть сын, но доказывает и теперь тем, что мы приняли духа, который божественно и необыкновенно касаясь наших сердец научает нас называть Бога Отцом. Этого не могло бы быть, если бы мы не удостоились усыновления. Итак, когда мы дети и наследники непростого достояния, но божественного, если наследники единородного, зачем же опять становимся рабами и, держась закона, отвергаем даровавшим нам усыновление веру? все. Номер 65.